Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телестудия Карачаганак. С вами Достан Сахтаган и сегодня в новостях. Решение вопроса переселения села Березовка выходит на финишную прямую. Уже на протяжении целого года не теряет актуальности вопрос переселения жителей села Березовка. В Оксае полным ходом идет подготовка площадки для принятия переселенцев, но березовчан беспокоят главный вопрос. Уложатся ли строители к началу учебного года? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, в Березовку выехала делегация во главе с Акимом Буринского района. Село Березовка уже давно испытывает чемоданное настроение. Вот уже больше года остро стоит вопрос о переселении поселка в городскую черту. В Оксае полным ходом идет строительство многоквартирного жилого дома в районе 10 микрорайона, а также заканчивается возведение 53-комнатных и 54-комнатных домов в районе Аралтал. Но несмотря на это, у березовчан остается открытым вопрос, успеют ли строители к началу учебного года. Для того, чтобы успокоить жителей села Березовка, а гидберегада во главе с Акимом Бурлинского района на регулярной основе посещает поселок и держит понаселение в курсе введения строительных работ. Так, со слов Алдиара Халелова, жители, планирующие переселение в район Аралтала, уже получают документы на руки. А асфальтирование центральной улицы будет проходить в плановом режиме. Вы уже начали документы получать. На сегодня я слышал, что 7 семей уже получили документы. Рассматривая сейчас. В принципе, там осталась только дорога. Дорога, вы сами знаете, зимой не строится. Весна, вот, дождливая погода идет, но, тем не менее, сейчас дорога активно работает, делает дорогу. До школы все квартала, 100 домов, все, дорогу мы должны завершить. Завершить когда? 1 сентября или конце сентября. Это графика четко у вас есть. Самое главное, мы сказали, центральная, главная улица асфальт положить и до школы асфальт положить. Остальные переулки потом, ну, до конца сентября можно это сделать, да? Но самое главное проезд, чтобы было. Что же касается многоквартирного дома в районе 10-го микрорайона, то там не есть небольшое отставание от графика, связанное с несчастным случаем на производстве. Но инцидент был решен, и работы продолжаются в плановом режиме. В апреле месяц погиб человек, немножко задержка была. Вы же сами знаете требования КПО. Немножко остановка была. Но сейчас они ускорили, активизировались, работают. Но мы тоже говорим, чтобы АУКС месяц они завершили. Если АУКС месяц, девятиэтажка завершится, значит все вместе, и Аралтал, и девятиэтажка вместе будем переезжать. Но несмотря на это, глава района сказал, что переезд может отложиться, если строитель не успеет сдать школу к первому сентября. Школу будем ждать. Если школа задержка будет, тогда будем ждать. Школу здесь будем начинать. Это мое, наше решение комиссии. Потому что изучали, чтобы так не получилось, половина переедет, Аралтал сейчас, там школы нет, а половина здесь останется. И школу, учителя половина там, половина здесь. Чтобы так не получилось. Успокоить граждан вызвалась Наталья Бульдина, которая входит в экспертную группу. Она говорила о том, что они на регулярной основе проводят проверки стройплощадок и следят за качеством строительства. А также попросила людей не нагнетать обстановку распусканием непроверенной информации и слухов. У нас немножко жители любят друг другу говорить страсти и немножечко накалять обстановку. Вы сами когда-то поднимали это село, сами во дворе у себя строили и хотели, чтобы у вас было крепко и хорошо. На сегодня осталось совсем немножечко. Нам всем хочется и мне, как и вам точно так же охота собрать вещи и перейти и решить этот вопрос в своем новом месте. Я еду в деревню, как говорится, поднимать там. Мне все изначально и хотелось бы это сделать летом. Но раз так складываются обстоятельства, мы должны немножечко потерпеть. На сегодня, допустим, я на свой взгляд смотрю, я считаю, что мы прекрасные условия будем получать. Обои, если, допустим, кому-то что-то не нравится, ну вы зайдете даже к соседу. Одному соседу понравится, другому не понравится. Поэтому на это надо даже немножечко закрывать глаза. У самих же жителей также были вопросы к экспертной группе. Они спрашивали о готовности домов, интересовались об участках, можно ли возводить постройки. А одним из главных вопросов стала проблема перепланировки. Во время газификации строящихся домов некоторые трубы были установлены в неудобных местах, что затрудняет движение по участку. Невозможно там гараж построить или передвигать его даже не положено. Мы сами передвигали ворота, чтобы дальше построить гараж. Там газ труба торчит или септик стоит там. Вот как они будут переделывать вот эти? Не будет никогда переделывать все равно. На данный вопрос заместитель Акима района Кайрат Утигенов дал исчерпывающий ответ. После окончания работ по газификации там будут приняты меры. Именно конкретно по каждому. Там небольшое количество домов есть на самом деле, где газовая труба переходит перед воротами. Теперь касательно того, уважаемые, что вы хотите то или другое, извините, это 100 типовых проектов. Каждого индивидуально спрашивают, а что бы ты хотел там построить и как мне этот дом строить, так не получится. У каждого свое желание. Кто-то сарай хочет построить, кто-то гараж хочет построить. Ничего вам не мешает перенести завтра, когда это будет уже ваша собственность, перенести направо или на лево ворота и сделать. По окончанию пленума в фойе сельского дома культуры был организован прием граждан с разъяснением проблемных вопросов. Каждый желающий мог обратиться к специалисту по вопросам правильной сдачи документов, процедуры перевозки вещей и много другом. Андрей Просверов, Айенбек Амангильдеев, Алтенбек Сагалиев, телестудия Корчаганак. Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет обзор самых интересных новостей страны и мира. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»